150 миллионов евро в год. Столько может сэкономить Евросоюз, если откажется от заседания Европарламента в Страсбурге и будет работать только в Брюсселе. За это политики борются уже много лет, но только сейчас появились более-менее реальные шансы провести реформу. Елена Промович расскажет подробности. Бродячий цирк Евросоюза. Именно так многие называют Европарламент. Еще бы, эта институция занимает здания в трех городах разных стран ЕС. Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. В бельгийском здании расположены офисы депутатов, в Люксембурге секретариат, а во Францию парламентарии каждый месяц приезжают на сессию голосовать. Такой принцип утвердили еще на заре создания Евросоюза. И последние годы западные журналисты постоянно подчеркивают абсурдность ситуации. Если вы искали причину для Британии покинуть ЕС, можете начать отсюда. Некоторые называют это цирком. Каждый месяц Европарламент переезжает из Брюсселя в Страсбург на неделю, а потом возвращается обратно в Брюссель. Вот в таких коробках. И люди говорят, это фантастическая растрата времени и денег. Оплата билетов для более чем 700 депутатов и их ассистентов, плюс щедрые суточные, перевозка коробок с документами, а еще содержание огромного здания, которое задействовано всего 4 дня в месяц. Цена традиций для европейских налогоплательщиков немалая. И депутаты однажды даже проголосовали за отмену заседаний в Страсбурге. Вопрос, который мне чаще всего задают в моем избирательном округе, зачем нужны два европарламента? Это хороший вопрос. Я предлагаю каждому из вас дать убедительный ответ. Почему мы тратим 150 миллионов евро в год на содержание двух парламентов и разъезды между ними? Но довести дело до конца тогда не удалось, так как решение должно быть утверждено единогласно еще и главами всех государств. И, понятное дело, Франция наложила вето. Ведь Париж получает немалые деньги в свой бюджет за содержание здания. Насущный вопрос стал сейчас, во время переговоров по Брекзиту. Уход Великобритании оставляет в бюджете ЕС огромную дыру. И теперь вопрос отказа Страсбурга подняла самый влиятельный европейский политик, немецкая канцлер Ангела Меркель. А чтобы французский президент Мануэль Макрон согласился, ему, думают, предложить переселить из Лондона в Страсбург офис какого-нибудь европейского агентства, за которое сейчас борются страны ЕС. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейская берет телеканала Интер.